Музыка Привет! С вами Kids News. Самые интересные, самые детские новости. И я Ася. Родители часто говорят нам, чтобы стать успешным в будущем, нужно много учиться и работать сейчас. Но дети-разработчики со всего мира доказывают, что создавать свои проекты можно в любом возрасте. В этом выпуске мы расскажем о детях, которые знают, как заработать интеллектом свои первые карманные деньги. Начнем! Музыка Сегодня в программе 12-летний программист придумал приложение, в котором можно убить Джастина Бибера. Школьник покорил разработчиков Apple приложения для чтения. Ребенок Вундеркин создал социальную сеть для детей. Музыка И для начала много детей в наши дни любят не только играть в игры, но и создавать их. Томасу Суаресу из Калифорнии было всего 12 лет, когда он создал свое первое мобильное приложение. Спустя год Томас выиграл престижную премию в сфере IT. А до и после школы работал над технологией 3D, мечтая создать инновационный принтер, который будет работать в несколько раз быстрее существующих. Ну а на сегодняшний день его самое популярное приложение называется «Бастин Джибер». Это игра для смартфонов, дающая пользователям возможность сбить американского поп-идола Джастина Бибера до тех пор, пока тот не закричит. А сейчас передаю слово моей коллеге Каролине, который расскажет о талантливом Даниэле Чао и его приложении для чтения. Спасибо, Ася. Даниэль действительно изобрел очень удобную вещь. Когда мальчику было всего 10 лет и учился он в пятом классе, Даниэль создал приложение для контроля домашнего чтения. Идея родилась из школьных заданий. Даниэлю и его сверстникам приходилось каждый месяц сдавать в школу календарь прочитанного домашнего задания. Чтобы упростить жизнь и себе, и другим, он придумал программу «I Read Monthly», запоминающую введенное пользователем ежедневное время, затраченное на чтение и в конце месяца выдающую готовый календарь. Особенную гордость у Даниэля вызвал тот факт, что его разработка принял компания Apple, не обращая внимания на достаточно юный возраст мальчика. А сейчас наш корреспондент Анна расскажет о новой социальной сети для детей. Спасибо, Каролина! Будет абсолютно неудивительно, если через пару лет мы прочитаем в газетах о новом марке Цукерберге по имени Зак Марк. Этот мальчик 11 лет, тайно от родителей, зарегистрировался в Facebook. Конечно, родители были не в восторге от этого поступка, и тогда он решил запустить свою социальную сеть, безопасную и дружелюбную для детей возрастом от 5 до 16 лет. «Room Social» с помощью сапфанового радио о сети узнали довольно быстро, и количество пользователей постепенно росло. Сейчас «Room Social» имеет несколько различных направлений, включая игры, развлечения, здравоохранение и спорт. Ребята, сегодня мы с вами прощаемся, но обязательно увидимся снова. Следите за детскими новостями ОТВ. Впереди еще столько интересного. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok